Приветствую, на связи Мамберс. И сегодня мне на глаза попался один из самых жестоких выпусков мужского-женского, в котором дети сожгли бомжа. Но в то же время он оказался и противоречивым. А что же там произошло, давайте разбираться. Мужчина был доставлен в городскую клиническую больницу с 7-10% ожогов по всему телу и от полученных травм скончался. Очевидцы трагедии уверены, смерть 41-летнего мужчины наступила в результате шалости несовершеннолетних подростков. Как утверждают дети, поджог бомжа для них – это обычная игра. Мы хотели поприкалываться. У этого ребенка явно большое будущее в комедийной сфере. Но все же, насколько плохо надо воспитывать своих детей, чтобы у них из развлечений было только издевательство над людьми. А кто вообще такой Андрей, как он докатился до того, чтобы бухим спать на улице? Да, ну он в принципе работал у нас в больнице раньше, стоматологом. То есть вы знали семью давно? Да, мама его работала фельдшером. И вы Андрея не узнали просто? Ну нет, конечно, я его в принципе давно не видела. То есть был обычный человек, доктор. Живи и радуйся, можно сказать, но нет. Я не знаю, что такого случается у людей, что они настолько сильно плюют на свою жизнь, но мне кажется, что нет такой ситуации, из которой выход – это стать бомжом. Но давайте вернемся к главным героям. Мы пошли в магазин. Куликов, Данил, Медыш, Максим и Занагил Женя. Судя по этим кадрам, это какой-то малолетний ОПГ. Купили бомбочек, пошли, хоп, смотрим, там бич. Куликов его басал. Он его возбудил, покурил с ним, он же курит, Куликов. А он пьяный был в ноль, вообще в ноль. Они его убили, а мне только было охота побить его. Ну мы и стали его бить. Там шкалик вылили на него и подчегли. Потом что-то наукутно загорелось. Мы хотели поприкалываться. Дух он загорел, у него ухо сгорело. И все тело сгорело у него. И мы убежали. Мы все вместе были, а все на меня свалили. Хоть бы он был бич, но мне жалко его. И это не сюжет какого-то сериала. Это жизнь. Я не знаю, что такого родители сделали, чтобы у их детей было настолько много агрессии. Мне кажется, их нужно принудить пройти психологическое обследование. Иначе через пару лет они просто кого-то порежут за то, что на них не так посмотрели. А дальше руководитель этого ОПГ появляется в студии. Она была не одна, а с ней еще трое были. Как вы узнали о том, что ваша дочь сожгла человека? Вечером приехала полиция по оперу и... Ален, а почему ты маме ничего не рассказала? Испугалась. И я вот даже не знаю, как бы она отреагировала. Судя по тому, что сделала ее дочь, она бы явно ее похвалила. А если бы ты не боялась маме рассказать, ты бы что ей рассказал? То ты жаждала бича. Не бича, а просто человека опущенный, что сам опустился, он как алкаш. У вас ребенок бича человеком не считает. То есть, когда она крысу убивает, или кошку убивает, или голубя убивает, она вам тоже не рассказывает. То есть, это уже не первая кровь у этой девочки. Если спросить у маньяков, с чего начинался их кровавый путь, то они со стопроцентной вероятностью скажут, что первыми у них были животные. Так что у этой особой есть большие шансы, чтобы про нее в дальнейшем сняли фильм или сериал. Сейчас у меня сложилось такое впечатление, что она как будто понтовала с тем, что сделала перед съемочной группой и хотела, чтобы ей восхищались. Я думаю, что и в момент поджога у нее были точно такие же мотивы. Казаться круче перед своими ребятами, так сказать. Иначе я это объяснить не могу. А как-то спичка-то, спички-то поджигал. Да. Вот они дали, они спичек мне. Ты понимала, что он умрет от этого или нет? Понимала? Ну, в газете. Ты была бы старше на год. И ты бы сейчас получила реальный срок в реальной колонии для несовершеннолетних. Несмотря на то, что они сделали, я все-таки не могу полностью согласиться с этим. Я думаю, она не до конца понимает и осознает, что она сделала. Не зря же все-таки уголовная ответственность наступает немного позднее. А если бы она вообще одна была в тот момент, то этой ситуации вообще бы не было. В этой студии вы сказали, что вы в шоке, что ваш ребенок, который сидит рядом с вами, совершил сознательное действие. Сначала она била его ногами, достала бутылку чего-то спиртного, облила его балоньевую куртку и бросила спичку, что стало причиной смерти его. Вы понимаете, что она совершила преступление с особой жестокостью, цинично? Вы это понимаете или нет? Вы понимаете, что вы говорите о ребенке, а не о рецидивисте каком-то? Я считаю, что эти слова нельзя в полном объеме отнести к этой девочке. Да, она виноват. Но она еще ребенок. И так жестко судить ее не стоит. Вот так могла ответить ее мама. А не то, что она сказала по итогу. От первой и второй степени ожога люди еще не умирал никто. На что получила вполне оправданный ответ. Что у нас нет возможности провести средственный эксперимент, положить вас в этой студии, облить вас спиртом, поднести спичку и посмотреть, умрете вы от этих действий или нет? И в принципе Гордон наконец-то начал гнать от человека, который реально виновен во всей этой ситуации. Вы понимаете, что это только и исключительно ваша вина или нет? Но я жестокости их не учу. Я полагаю, что вы их ничему не учите. Я полагаю, что их учит улица, а не вы. Вы знаете, что у человека, которого убила ваша дочь, я буду настаивать на этом, убила. Была семья, были дети. Если была бы семья у него, он бы так низко не упал. Если бы у вашей дочки была семья, она бы этого не сделала. Ничего подобного. Вы знаете, вы монстр. Потому что вы своим детям внушаете, что ваша система акценты людей вокруг. Она единственно правильная. Вы не учите жестокости, вы учите небрежению к другим людям. Тут я с ним согласен. Дети полностью копируют поведение родителей и их отношение к другим людям. Поэтому большая часть вины лежит на маме. Это она не заметила, что ее ребенок себя так ведет. Хотя, как выяснится потом, для этого были все основания. А сейчас будет часть программы, от которой меня просто бомбит. Здравствуй. Сейчас. Фотографий очень мало осталось. Вот есть фотографии, где он в техникуме отучился. Он с друзьями. Ну, тоже для 20 ему здесь. Есть фотографии со своими коллегами на работе. Человека до них хватает очень. То есть, понимать осознавание того, что просто твоя кровь человека не стала. Это очень тяжело, если честно. Если отбросить всю ситуацию и посмотреть на это все немного под другим углом, то получается следующее. Его отец превратился из уважаемого человека в алкаша, который живет на улице. Знал ли он об этом? Да, знал. Делал ли он что-нибудь, чтобы помочь ему? Нет. Не сделал. А значит, ему все равно. Кто-то много уже услышал, что бросил. То есть, я любил отца своего. Ну, в жизни всякое случается. Бомж, он не был бомжом. У него был дом в соседней деревне. Когда мы, получается, с мамой моей уехали в Курган, в соседний город. Он же. Он, нет. Он уже на тот момент не работал. То есть, уже пил. Я не хочу в чем-то его обвинять сейчас. Ну, он же видел, в каком состоянии был его отец, когда они уезжали. И, по всей видимости, он ни разу, за все время, что его не было, не поинтересовался, как там его отец. А значит, сидеть и говорить сейчас, что тебе не все равно. Как-то глупо. Дальше этот парень говорит, что приехал лишь потому, что хочет найти какое-то решение, чтобы наказать детей. И в студии ему начали подкидывать варианты. Куда принудительно вот таких вот подростков. И они там изолируются от других. И учатся, и работают, и отдыхают. Поэтому можно ставить вопрос об изоляции вот этой девочки туда. Судя по тому, как дальше будут характеризовать девочку и отзываться о ней ее одноклассники, это единственное правильное решение. Потому что ее мать явно с ней не справляется. И ей нужна помощь. Но опять-таки, давайте не будем забывать, что она там была не одна. Стояна к Жене Алена приходила. Не разрешали им, как бы, что вместе-то гулять. А все равно придет ее с этой стороны выгонит, что как бы она с другой обходе, все равно в окно стучит, что Женя зовет гулять. Запрещали им дружить, потому что они как вместе, так постоянно. То за яблоками залезут, там, к бабушке, то еще что-нибудь случится. Я вообще не знаю, зачем они к этому бомжу подошли. Как бы я этих детей не знаю. Ну точно не Женя. Вот им по 12 лет, ему 7 лет. Неужели он скажет, давайте я обольем, подожжем? Она у него взял спирт, облила, это налили на него, это взял свечку в озере. А я ушел, а потом дяденька вышел, это тушить его, а они убежали. Ну видно же, что он вообще не понимает, что там произошло, потому что он ребенок. А вот кого реально нужно винить, так это его родители. Как взрослый человек может утверждать, что он не смог оградить своего 7-летнего сына от плохой компании? Да что ж ты за мать такая? Дальше вышел отец этого мальчика и начал во всем обвинять Алену. Это не Евгений, это Алена виновата во всем. Просто они там все четверо были. Но как в итоге выяснилось, он практически ничего не знает о своем ребенке. Алену это тот самый демон, который испортил вашего ребенка. Да так оно и получается. А то, что ваш ребенок 7-летний бил ногами лежачего человека, это нормально. Как человек, который вообще не занимается своим ребенком, может обвинять других людей в том, что они плохо воспитывают своих детей? Но давайте вернемся к основной героине. Может быть я ее вообще зря тут защищаю. С прошлого года сама по себе она агрессивна, неадекватна в своем поведении, обижает малышей, с ней беседовал участковый. Вызывалась мама на все ее, когда вот были вот эти все моменты неприятные. Она нуждается не только в психологической помощи, я думаю, что она нуждается и в помощи врачей-специалистов, поскольку агрессия не снимается. От родителей поступила коллективная жалоба, и они попросили каким-то образом, ну, изолировать, или каким-то образом так сделать, чтобы Алена не могла обижать их детей. Это одно из самых адекватных мнений и правильных на мой счет за сегодняшний выпуск. Без лишних слов, все по факту, без какой-либо агрессии. Дальше в студии появляются родители детей, которых обижает Алена, и рассказывают, как это было. А произошло то, что 14 сентября приходит ребенок мой со школы. Сколько ему лет? Восемь лет. Восемь. В втором классе, да, мы учимся. И я ребенка своего в таком состоянии еще никогда не видела. То есть его просто вот так вот трясло. Он мне не мог рассказать, что случилось. У него дрожал голос, у него тряслись руки. В итоге, когда спустя какое-то время я его успокоила, я пыталась у него выяснить, что случилось, он мне сказал, что меня избили. Избили. Да, меня избили мертвой крысой. Роман пришел из школы и рассказал мне такую ситуацию, что девочка старшего возраста била по спине, куда попала, туда и ударила. Единственное, я сказала, мне было очень больно, но я старался не плакать, потому что я мальчик. За что избила, непонятно вообще. Ну, мой сын не единственный, кого она ударила. После таких историй понимаешь, что если сейчас не заняться этим ребенком, то через пару лет она просто уедет на нары. А основной виновник всего этого, похоже, вообще ничего не хочет предпринимать. Ну, после этого случая сейчас, считай, и в школу, и со школы сопровождающим. Или я, или мой сын, что я сейчас ее от себя никуда не отстану. Гулять она у меня не ходит. То есть она до сих пор не поняла всей серьезности проблемы? Такое решение имеет место быть только в том случае, если это был единичный случай. Но тебе тут рассказали только что, что это, в принципе, ее стиль по жизни. Итогом всей программы становится то, что эту девочку должны изолировать специальное учреждение. Результатом работы этой комиссии, этого следствия и так далее, будет все-таки, подчеркиваю, насильственная изоляция Алены в специально для этого предназначенное детское учреждение. Я не могу не согласиться с этим решением, но выбор все-таки останется за мамой. И мы сейчас предложим вам один из этих ходов, вам лично. Вам лично. И вы сможете принять решение прямо здесь, в студии. Дожидаться, пока ее заберут принудительно, или совершить действия, которые помогут ей и вам жить дальше. Вот такой неоднозначный выпуск получился. С одной стороны, все понятно. Сделал преступление, должен быть наказан. Но что делать, если это ребенок, тем более такой проблемный, который находится в семье, где им вообще никто не занимается? Как по мне, мать должна обратиться за помощью, если она реально хочет лучшего для своего ребенка. И я надеюсь, она сделает правильный выбор. Ну а на этом все. Спасибо вам за просмотр. С вами был Мамберс. Пока.